здравия желаю продолжаем опыты запустили еще одну модель как видите это мотор 250 ватт это на 50 мини генератора и на нагрузку идет 5 лампочек 7 ватт как видите лампочки горят нормально сейчас проверяем а еще не все сказал здесь ведь он работ как бы на полную работать на полную а на деле он 0 0 1 10 секунды 0 2 десятых секунды три раза работает вернее один раз работы два раза нет один через два один раз тот подается два раза нет то есть один к трем и мы сейчас проверяем эти расхода почти нет еле-еле но мы все равно замерим то есть три раза меньше в два раза меньше расход чем должно было быть а от этого скорость двигателя не меняется ведь ровно работает если в том варианте как я показывал вчера там было плюс минус 20 здесь вообще никаких перепадов такое впечатление стоит самое непрерывно подается питание так хватает обратного тока ибо здесь мини генератор маленький то есть нагрузка не не превышает его как бы сказать и на холостом ходу он столько же дает понимаете когда вертит вот такую фигню фигушку а в то же время лампочки светятся вот чем дело мы сейчас замерим вот уже четыре минуты 20 секунд прошло мы сейчас замерим до конца отключим и сделаем заметьте расчеты главный расчет то здесь второй расчет это вот выход 8 875 880 на лампочки подается 5 лампочек по 20 по 7 ватт и при этом как видите ток тока берется в два один к трем один раз работа два раза нет получается 11 вот сейчас замеры закончатся и мы сделаем выводы то есть расход минимальный за счет того что работа реле и выдает порциями вот слышали капельное расшение применяется вот тут капельное это самое применяется капельное электричество то есть по каплям даем плюс возвратные токи обратные реактивные который вырабатывает этот мотор и который этот вырабатывает и плюс откат в самом счетчике небольшой откатик идет это все позволяет снизить затраты резко резко снизить затраты почти до минимума при этом хороший выход иметь на пять лампочек лампочки 7 ваттные 5 штук 35 ватт но с минусуете то что напряжение около 9 то есть минусуете где-то половину 16 18 ватт где-то выходная но по времени 33 времени работает то есть удлиняем промежуток времени то есть пока этот значит берет ток одно время а лампочки светят три времени 3 3 раза удлиняется значит путь путь времени в итоге получаем экономию в данный момент это экономия так как от сети работы так я говорил как придут эти самые аккумуляторы ждем со дня на день будем пробовать эту систему но уже значит от инвертора и батареи конечно если было много денег много батареек можно было убрать инвертор вы не забывайте инвертор тоже имеет потребление правда эти современные небольшое но тем не менее это смеет минусуется тоже в общем в общем раскладе то есть он даже на холостом ходу инвертор потребляет поэтому пока сделаем через инвертор а в дальнейшем это надо батареи на 24 вольта то есть надо две пары с одна пара приходит две штуки еще две пары заказать там можно подать сразу 24 вольта минуя инвертор и разделять уже значит на батареях не здесь разделяем питание на сети на 220 а уже разделять на 24 этим прибором кстати можно разделять и постоянный топ но питание ему надо переменная хотя есть такие же на постоянные питания это можно питание дать переменная в него 220 но потребление его меньше одного вата микро микро какие-то ваты мили ваты поэтому тут не стоит на нем так уже спрашивали мне рептилоиды а еще же мол реле потребляет потребление на минимуме него поэтому не будем даже это сбросим даже на погрешность сбросим на погрешности то есть система работ как видите лампочки горят по-прежнему все стабильно потребление минимальное вот где-то меньше 20 ватт уже я вижу а может и 10 ватт всего то есть уже мы видим что кпд уже поэтому даже по этим мерам тогда вот здесь вот 10 минут круг это уже где-то 2 меньше 20 ватт тут уже 10 минут а счетчик еще никак не дойдет 10 минут подождем нам спешить некуда то есть реле реле применяется одна десятая секунды питание подается на систему а две десятых секунды не подается из-за этого и потребление снижается у нас три раза а выход не меняется так как бы мы включили допустим без реле то есть включили бы напрямую без всякого разделения у нас бы так шло то же самое было бы скорость и также бы светились лампочки вот появилась уже у нас как видите вышло еще немного вот дойдет до риски и будем останавливать систему и пересчитывать перед этим еще я включу вам чтобы посмотрели напрямую увидите то же самое будет свечение то есть никаких потерь в этом варианте никаких потери вообще нету несмотря на то что применяем раздел что подаем питание одну десятую а две десятых не подаем то есть один крем и так все вот у нас подошло к риске ставим стоп здесь выключаем реле вот смотрите чтобы проверить видите то же самое с реле или без вот сейчас реле отключено то же самое также светится лампочки также двигается двигатель то есть никакого влияния нет но по затратам и по выигрышу большое влияние и так что у нас получилось на данный этап давайте просчитаем так 11 минут 46 секунд это считайте и 647 11 умножаем на 300 оборотов 660 и плюс 47 707 умножаем на 300 оборотов счетчика ну это я объяснял и делим на 3600 секунд в часе 58 916 эту цифру мы делим на 1 киловатт то есть на 1000 ватт разделим на 58 916 16 и 9 то есть ну 17 ватт потребление системы значит записываем 17 ватт 17 ватт какой же выход напряжение на лампочках было значит 9 вольт лампочки на 12 12 разделим на 9 1.33 так лампочки на 7 ватт 5 штук 35 ватт 7 и 5 35 35 35 делим на 1.33 26 26 26 ватт подавалось на лампочки 7 3 раза первый раз когда подавалось питание вместе с ним и 2 раза когда питание отключено а время тошло секунды тошли то есть получается 3 раза 26 умножаем на 3 78 947 запишем значит вход 17 выход 78 947 так а плюс еще мотор то двигался две десятки секунды двигался нагрев был маленько но это ничего мотор двигался так значит те же 17 ватт должно было идти а оно не шло так как здесь отключалось значит еще умножаем на 2 17 на 2 34 плюс 34 112 а расход то у нас 17 разделить на 17 итого КПД системы помножим на 100 664 процента но если будет там инвертор то еще будет там это конечно снизится но не меньше 300 400 процентов будет что вполне нам хватит для БГТ так что сейчас я зарисую схему если кто будет сам делать вот она вот она так это убираем это тоже убираем не это не убираем так значит так значит так зарисовываем по-быстренькому схема совсем видно было некрасиво маленько менить вот таким кругляшком мотор от стиралки 260 ватт вот это мотор от стиралки я его кружком просто маленький генератор этот генератор взят от старой знаете вот машинки были детские у них два вот таких стояло моторчика на два колеса они и сейчас выпускаются значит моторчик на 50 ватт 50 ватт так далее схеме блок питания 76 ватт 76 ватт блок питания надо брать побольше когда берете побольше нету утечки так как он не перегружается даже если на меньшую мощность тут гораздо меньше берите больше тогда потребление тоже падает резко если возьмете точка в точку то потребление тоже снизится 76 ватт 24 вольта вот она 76 ватт 24 вольта вот схема значит мотор вау генератор малый генератор большой 260 большой его мощность при достигается при 220 вольт напряжения вот как постоянного так и переменного тока мотор универсальный он достигает своей полной мощности 260 ватт на холостом ходу это будет ватт 130 при нагрузке 260 ватт он потребляет при полной загрузке а тут у нас получилось мотор слабый у нас получилось что как как бы он крутится как бы на холостом ходу видите как мы обманули все законы он вроде как на холостом ходу а на деле то мы получали еще пять лампочек у нас горело получали энергию видите как потому что моторчик этот слабенький и для этого большого незаметно потребление никак не сказывается так значит вот этот выпрямитель далее идет реле вот он реле так один конец и второй так значит 0,1 десятая включена включена 0,2 0,2 выключена выключена система выключена так так и что мы получили на выходе вот оно у нас записано 78 78 ватт мы получили 78 ватт так а на входе мы получили по счетчику 17 ватт а на входе кпд значит по энергии у нас 78 делим на 17 458 458 процентов 458 процентов 458 и плюс еще как я говорил движение колес ну не будем считать то есть кпд система около 500 процентов когда будут это самое батарейки оно конечно может упасть но все равно меньше 300 я думаю не будет упасть на инвертор там затраты пойдут любой инвертор если говорю у меня было бы 4 батарейки то было бы лучше ну вот схема еще раз показываю спасибо за внимание ждем ваших откликов если можете помогайте